В Артемовском городском округе уже давно повелось самостоятельно обеспечивать себя как овощами, так и яйцами, молоком и хлебом. А если же возникают какие-либо проблемы, на помощь всегда придет соседние города и селы. Так можно с уверенностью сказать, что ограничение импорта некоторых видов сельхозпродукции из стран, поддержавших экономические санкции в отношении нашей страны, никак не повредит жителям Артемовского и Свердловской области. Об этом сказал губернатор Соловской области Евгений Куйвышев. Также, по словам Евгения Куйвышева, ежегодно финансовая помощь, которая оказывается сельхозпроизводителем региона, растет по всем направлениям. Так, в этом году, например, на поддержку АПК Свердловской области выделено более 5 миллиардов рублей. Негативных последствий от введения европейских санкций не ожидается. В Свердловской торговле доля продуктов производства стран Западной Европы очень небольшая. И это в основном продукты экстракласса, очень дорогой сегмент. А это значит, что эта небольшая часть, которая исчезнет из продажи, явно не повлияет на тот ассортимент традиционного спроса. И уж точно на продовольственную безопасность региона. Заместитель министра АПК и продовольствия Свердловской области Владимир Гребнев сообщил, как обстоят дела, ограничения молочных продуктов мяса и рыбы. Если мы посмотрим на рыбу, то тоже легко убедиться, собственно, та рыба, которая приходит из Западной Европы, в основном это дорогой сегмент. Это та красная рыба, охлажденная, либо замороженная. Это семга и форель. Ну, это в основном, еще раз повторюсь, сегмент дорогой, не для всех доступный. Если он исчезнет, ну, наверное, будет жалко, но уж точно не смертельно. Основной поток так называемой белой рыбы, которая, ну, уж точно не хуже и не, скажем так, не вредна, а может быть даже и более полезна. Это тот же пангасиус, это тилапия, это те рыбы, которые в основном культивируются в Китайской Народной Республике и во Вьетнаме. Ну, традиционно, в общем-то, это наши торговые партнеры, друзья и, как это говорили раньше, братья навек. Есть еще один поток рыбы, тоже, как говорится, в таком доступном сегменте, который мы, в общем-то, привыкли, особенно, вот, мое поколение, так будем говорить, это хек. Это рыба, которая в основном приходит с берегов Южной Америки, это парагвай. В общем-то, насколько у нас есть данные, парагвай готовы увеличить поставки сюда и, в принципе, здесь можно совместно работать с федеральными органами Россельхознадзора для того, чтобы инспектировать новые предприятия, искать новых поставщиков, для того, чтобы прилавки у нас уж точно не опустили. Что касается молока, ну, наверное, что можно вспомнить, наверное, продукцию, которая на сегодняшний день приходит из стран Прибалтики. Но это явно не те объемы, которые могут повлиять тоже в целом на рынок. В основном, ну, для примера могу сказать, то, что все молоко, которое производится на территории Свердловской области, оно здесь же и перерабатывается, и предлагается в виде традиционной линейки продуктов, которые мы каждый день потребляем. Это чуть больше половины от того, что нам необходимо. Поэтому уж здесь точно, как говорится, продовольственная безопасность будет на высоте. Что касается мяса, то, наверное, здесь тоже так же, как и с рыбой, если что-то будет введено, то, скорее всего, это коснется дорогих сегментов. То есть это грудинка, ну, скажем так, вот те красивые деликатесные части, которые, в общем-то, на сегодняшний день и так уже, по-русски говоря, кусаются. Это связано и с ветеринарными ограничениями, которые были введены не так давно, и ограничил эти, в смысле, ограничения немножечко подняли цену. И плюс, конечно, это рост курса доллара и евро. Основной поток мяса, который идет, ну, вот в такие обычные традиционные колбасы, в недорогие колбасы, это приходит все из-за океана, из Южной Америки. И, в общем-то, коль скоро у нас на сегодняшний день особое внимание уделено развитию взаимоотношениями с этими странами даже, ну, в рамках того же БРИКС и так далее, то здесь мы, в общем-то, не видим проблем и на сегодняшний день волноваться не стоит. Более того, с введением этого отрицательного явления, как санкции, можно увидеть и положительные моменты. Это возможность российским производителям получать дополнительный сбыт. Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, ограничивающий на год ввоз на территории Российской Федерации продуктов и стран, которые поддержали введение санкций против России. Сегодня правительство опубликовало полный список товаров и продуктов, запрещенных к импорту.